В студии Тимофей Голев. Здравствуйте. Куда обращаться, если у вас нет транспортной карты? Что ждет водителя, если он высадит ребенка из автобуса? Культура поведения. Также сегодня вашему вниманию в программе интересно знать. У нас Толгат Токтаганов, он исполнительный директор ТО «Смартавтобус ПВ». Вам добрый вечер. Здравствуйте. Рад приветствовать. В какой-то период, минимум раз в три месяца мы с вами встречаемся и всегда есть о чем поговорить. Я не случайно вас пригласил. 1 августа, последний месяц лета. Дети сегодня пока чем-то заняты. Кто-то в лагерях, но скоро начнется школа и кто-то будет добираться на автобусах. Если вдруг родители не позаботились и у ребенка нет транспортной карты, как ее оформить? Где вы находитесь? Вот об этом хотелось бы еще раз поговорить. Добрый вечер, уважаемые жители города. Наш офис также находится по адресу Чокина, 31. Работаем мы с 9 до 6. Обед с 14 до 15. Суббота, воскресенье, выходной. В любое время рабочие вы можете подойти. Для того, чтобы приобрести транспортную карту для школьника, необходимо свидетельство о рождении и справка со школы. Почему справка со школы? Ну, к примеру, 9 класс дети закончили, кто-то пошел в колледж, а студенты колледжа уже льготу на бесплатный проезд они уже не имеют. Только школьники с 1 по 12 класс. Кроме того, напомню, также пенсионеры по возрасту, не по выслуге лет, а именно по возрасту, также могут приобрести на Чокина, 31, транспортную карту. Для этого нужно пенсионное удостоверение. И хотел бы еще раз заострить внимание, что так как за пенсионеров 50%, за школьников и за социальные группы оплачивают бюджет города, поэтому мы выдаем карты только жителям города, то есть имеющим городскую прописку. Так же, как и жители города Эки-Бастуза, имеющие льготы, они имеют эту льготу только в городе Эки-Бастуз, а жители Ахсу только в Ахсу. Чтобы было понятно, то есть если, скажем, инвалид первой группы города Эки-Бастуз приедет в Павлодар, то уже у него бесплатного проезда. Он обязан платить. А, то есть каждый бюджет платит за своих жителей. Каждый бюджет платит за... За Павлодарцев. Павлодарский бюджет городской, да, и так далее, и так далее. Да, да, да. То есть карта не сработает? Карта не сработает, так же, если он покажет свое удостоверение, ну, если там написано, что это город Эки-Бастуз, извините, в Павлодаре он будет обязан оплачивать стандартный проезд. То есть 100 тенге безналичным способом, либо 200 тенге наличкой. Также хотел бы сказать, что в автобусах можно оплатить безналичным способом стандартный 100 тенге, даже не имея транспортной карты. Это мобильными банковскими приложениями, там, Каспий, Халык. Просто считав QR-код, который находится в автобусе, человек может оплатить. И его точно так же предъявить контролеру, когда он зайдет. Да, да. И все это действует. И все это работает, конечно. И все это работает. А что за такая разница 100 тенге, 200 тенге, безналичным 100? Хотим приучить людей больше, вот, я не знаю, как понять, зачем? Ну, дело в том, что решением Маслихата и Акимата города тариф был поднят с 80 тенге до 100 тенге. И при этом, то есть тариф 100 тенге, это у нас в городе Павлодар. А 200 тенге, это для того, чтобы стимулировать, чтобы человек платил безналичным 100. А, не хочешь переплачивать, плати 100 тенге. Да. Или же, ну, если у тебя лишние деньги в кармане, ну, плати 200 тенге, но тогда, самое главное, требуй билет. Требуй билет. А вот человек, если... Про билет мы еще поговорим, дорогие друзья, сегодня. А вот вопрос, если человек потерял транспортную карту, а на ней лежат деньги, как быть ему? Ну, для этого ему нужно обратиться в наш офис, он пишет заявление, мы эту карту блокируем, он приобретает новую транспортную карту, и деньги, которые лежали на старой карте, они будут переводиться на его новую карту. А как быстро человек должен это сделать? Потому что человек другой же может спокойно оплачивать, да? Ну, позвонить невозможно, да? Нет, позвонить возможно. Дело в чем? Дело в том, что, ну, уже бывали случаи, когда человек, увидев номер карты, решил сделать что-нибудь нехорошее своему, там, коллеге, другу и так далее, звонил и блокировал его карту. Поэтому мы требуем, чтобы человек физически, на кого оформлена данная карта, чтобы он физически пришел, написал заявление, потому что это деньги. Завтра могут сказать, что вы украли у нас эти деньги, поэтому мы делаем только по письменному, личное присутствие. Человек на 31, дорогие друзья, вот адрес смарт-автобус. По телефону можно позвонить, если карта привязана, по телефону можно сказать, что вот я такой-то, такой-то, вот у меня номер карты вот такой-то, мы по базе проверяем, если да, действительно все совпадает, то мы ее заблокируем. А деньги, перевод денег, это только, надо прийти лично, да. А если позвонить, как узнать номер телефона? Наш номер колл-центра указан на всех картах, 778-003-037. А, то есть на картах есть? На картах указано. Так он у него потерял эту карту, выучите или вбейте в мобильный телефон, да, скажите, это уже ваша проблема. Старайтесь карты не терять, дорогие друзья, я думаю, другого варианта нет. В инстаграме наша страничка указана, там также указано и время, режим работы и контакты, все указаны. Вы сами говорите о том, что нужно требовать билет от водителя. Если же водитель, в каких случаях вообще водитель может не выдать билет? Это же интернет, да, то есть если ты оплачиваешь наличным, вдруг там что-то действительно произошло. Дело в том, что если наше оборудование не работает, у нас мобильная группа, ребята работают с 6 утра до 10 вечера. То есть водитель, у которого неисправно оборудование, он делает заявку, ребята в течение 15 минут это исправляют. А он в этот момент... Обычно в этот момент водители просто становятся на конечной остановке и ждут, когда исправят, потому что это финансы. Если он будет ездить с неисправным валидатором, значит он не получит деньги. То есть он не может принимать оплату за билеты, за проезд, если вдруг не работает валидатор? Да. Но если же он все-таки на линии, то если не работает наше оборудование, пассажир едет бесплатно, а уже потом парк предъявляет смарт-автобусу претензии, и мы уже разбираем это в рабочем порядке. Ну вот я вам хочу привести, дорогие друзья, пример, вам тоже долгат. В частности, конкретный случай, 153 маршрут с бывшей улицы Мира, он поехал. Я вам откровенно хочу сказать, этим пассажиром явился я сам лично, и я проверил на себе, как все-таки нехорошо иногда работает общественный транспорт в части электронного билетирования. С меня взяли 200 тенге, поскольку у меня нет транспортной карты, и предложили присесть. Я говорю, дайте мне билет. Он мне отвечает, водитель, о том, что в случае, если зайдет контроль, я за тебя буду защищаться. Я говорю, за меня защищаться не нужно. Тем не менее, естественно, мы с ним поскандалили, и деньги он мне не вернул. И я не единственный такой пассажир был, который ехал как раз с этим водителем. Как в таких вот случаях быть? Ну, в таких случаях, значит, записывается номер, госномер автобуса, и надо звонить в парк, потому что каждая транзакция... Ну, это нарушение? Это нарушение. Это прямое, грубейшее нарушение. Водитель обязан выдать билет. Просто что сделал водитель в данном случае? Он эти деньги положил себе в карман. Ну, положив деньги себе в карман, он обворовал, скажем так, ну, грубо говоря, обворовал сам парк, потому что все сейчас маршруты субсидируемые. То есть, вот 200 тенге он себе положил, а в данном случае это оптимист, это парк такой, недополучил порядка 300 тенге из бюджета за то, что лично вас данный автобус перевез. Мне не жалко, но вот сам факт, я хотел его прояснить. А почему вы говорите 300 тенге, если я дал запросить 200 тенге? Нет, дело в том, что, ну, к примеру, я скажу, вот маршрут 24, он выходит с ЖД вокзала и идет до Кенжи-Коля. Согласно методике расчетов, расход на перевозку одного пассажира, если мне не изменяет память, порядка 331 тенге. Пассажир платит 100, соответственно, 231 тенге за него платит бюджет. В данном случае по 153, могу ошибаться в цифрах, но там порядка 500 тенге стоимость, расход на перевозку одного пассажира. А то есть, кроме того, что, если, допустим, безналичным человек рассчитывается за 100 тенге, еще за 100 тенге? 300 тенге за него оплатит бюджет. Если пассажир заплатил 200, то, соответственно, 300 тенге оплатит бюджет. Ну, в данном случае, это вот методика расчета. То есть, в цифрах я могу ошибаться, но методика такая... Пассажир обходится не в 100 и не в 200 тенге, а дороже. Да. Для того, чтобы вы с точки А в точку Б доставили. Все здесь понятно, дорогие друзья, вы должны тоже понимать, все-таки экспертное мнение у нас сегодня. Если вдруг не работает валидатор в общественном транспорте, у вас нет транспортной карты, и вы не хотите QR-ом рассчитываться, рассчитываетесь наличными... Требуйте билет. Требуйте билет. Если вам не дают билет, едите бесплатно. Надо ехать тогда... Вернее, не ехать, надо звонить в парк, либо можно позвонить к нам. Мы об этом сразу же проинформируем. Парк, что вот именно такой-то водитель... Ну, платить не нужно, если это проблема уже самого перевозчика. Ну, в данном случае, если вы ему дали деньги, он вам их обратно не вернет, или там будет скандал. Ну, в данном случае, тогда надо, либо же снимайте его на телефон и передавайте в парк. Это нормально. И еще я хочу сказать, что, да, в данном случае водитель оптимиста, он сказал, что контролер зайдет. Контролер не зайдет. Дело в том, что мы, наша служба контроля, мы не проверяем маршруты таксомотора и оптимиста. Почему? Ну, скажем так, не договорились. Пока не договорились, вот в чем вопрос. Но я хотел бы сказать, что вот раньше 115-й и 126-й маршруты обслуживал таксомотор. Затем эти маршруты передали первому парку автобусному. И мы сделали анализ. В полтора раза больше стало транзакций, как только маршруты перешли в автобусный парк. Потому что есть пассажиры, которые всю жизнь ездят, скажем, на 153-м маршруте. Они никогда не видели контролера, они могут и не заплатить. А вот те, кто ездили на 115-м, на 126-м, когда наши контролеры начали заходить, они, соответственно, начали отбивать. Случаев таких, к сожалению, у нас очень много. Ну, к примеру, контролер стоит на остановке, пассажиры видят, что он стоит и начинает судорожно, лихорадочно, начинает все отбивать свои карты, либо считывать. А лихорадочно они это делают? Скажите мне, пожалуйста, почему? Потому что штраф в случае безбилетного проезда? Да. Сколько? Ну, согласно статье 622-й, это административного кодекса, 2 МРП. Если человек оплачивает сразу, то 1 МРП, то есть, ну, скидка 50%. Ну, все равно, пожалел 100 тенге, а пришлось отдать более 3,5 тысяч, ну, зачем? И потом, это же вызывается полиция, то есть, человек, может быть, куда-то торопился, спешил, его задержали, час-два продержали в опорном пункте. Ну, это мы сейчас говорим о дисциплине, в первую очередь, да? Да. То есть, если хочешь быстрее добраться в какой-то пункт, да, города, то нужно понимать, да, оплачивай, оплачивай карты, оплачивай онлайн, оплачивай наличными деньгами. Ну, здесь необходима обоюдность все-таки, культура поведения со стороны перевозчика. Ты пришел не домой в гости, да, не напросился. Ты, если ты за это платишь, то, соответственно, ты же не просишь кофе себе, да, к примеру? Ну, да. Ну, перепалки, тыканье, мыканье и все остальное, на мой взгляд, это... Это тоже, это... Недопустимо. Недопустимо. Вот тот случай. И оно наказывается. Если факт подтверждается, то в парках, парки своих водителей наказывают очень строго. Потому что, ну, может быть, я открою небольшой секрет. Сейчас парки заинтересованы в получении субсидий от государства. Но государство, выплачивая данные субсидии, оно требует от парков, чтобы, во-первых, автобусы были чистые, ухоженные, чтобы водители были корректные. И каждая вот такая, каждая жалоба, поступившая в Акиматы либо в парк, это минус 0,2 за каждый факт минус субсидии. А за месяц это набирается очень большая цифра, и парк просто недополучает. И поэтому они своих водителей очень строго наказывают за это большими штрафами. Это хорошая работа. И если ребенок, я в самом начале программы говорю, без всякой карты, вот он сам по себе зашел, он ведь платить не должен за проезд? Он не должен платить за проезд, но ребенок должен, если у него нет транспортной карты, тогда он должен доказать, что он школьник. Потому что, как я вот уже говорил, 15-летние ребята и девочки, кто поступили в колледж, они обязаны платить. Нет, ну если видно, что это ребенок, ну, отвергка. Если видно, что это ребенок, тогда да. Вопросов не возникнет. Не должно идти. Если какой-то переходный, скажем, такой прям возраст, да? Да, тогда нужно доказать. А как доказать? Справка со школы. Справка со школы. Возьмите на вооружение, дорогие наши зрители, но все-таки, если это первый, второй, третий, ну, четвертый класс, да? Пятый, по-моему. Ну, да, пятый, шестой. Там уже природу не обманешь, лицо ребенка, если вдруг. Но, тем не менее, рекомендуем, да, все-таки обзавестись? Конечно. Чтобы просто пробить ноль. Да, да. Чтобы просто пробить ноль. И чтобы не контактировать с водителем, с кондуктором, и лишних, чтобы эсцессов не возникало, и потом возмущенные родители, чтобы они не искали правду, там, в Акимате, либо в парке. Лучше карты, и тогда никаких вообще проблем не будет. Контролеры, какое количество, и, может быть, вы здесь откроете какую-то тайну для всех, и пассажиров, и тех же водителей. Как вы их распространяете по городу, чтобы они успели везде? Ну, в смарт-автобусе работает сейчас 60 контролеров. Они работают в режиме 2 через 2. То есть 2 дня работают, 2 дня отдыхают. Поэтому в смене каждый день выходит 30 контролеров. У них есть линия контроля, то есть город разделен на 12, скажем так, зон, и поэтому они между собой не пересекаются. То есть определенный участок вот проверят. Есть жалобы, что некоторые пассажиры говорят, слишком часто заходят. Ну, бывает и такое, но лучше зайти, тем более, если у пассажира билеты все есть, для него труда не составит. Ну, слишком часто заходят, это жалуются те пассажиры, которые долго едут, да? Да. А ведь есть пассажиры, один зашел, другой. Для этого же они заходят? Да, да. Через остановку. Вот 21 маршрут, он начинает с набережной и заканчивает. Ну, вот она села на набережную и заканчивает. Где? Байдалы, это за Кинжикой. Конечно, сколько раз от набережной до Байдалы вот этот пассажир увидит? Там 5 линий контроля, и он может 4-5 раз встретиться, причем с разными контролерами. Ничего страшного. Ну, можно поздороваться лично. Они, кстати, говорят, у вас вежливые, да? Вы как-то их дисциплинируете тоже, да? Здравствуйте, с вами вас, СБА, да? Да, они обращаются на двух языках, и на казахском, и на русском. Это мы также требуем, проводим обучение. А если скандальный контролер попадется, что вы с ним сделаете? Если, дело в том, что все... Уравновешенный должен быть? Все-таки это пассажиропоток. Он должен быть, да. Кто-то может быть после праздника какого-то, у кого-то плохое настроение. В общем, непонимание произошло, и стоит этот контролер. Она стоит, и вот как ей быть? Вы как-то учите, что в случае чего в драку идти не надо? В драку идти не надо – это раз. Значит, первое, у нас каждый контролер оснащен видеорегистратором. И уже бывали случаи, когда неадекватный пассажир там начинает материться, вызывается полиция, и по 434-й статье об административных правонарушениях за мелкое хулиганство нескольких пассажиров, за то, что они матерились там, руками размахивали, просто за это их оформляли, и выплачивался штраф. Если не изменяет память, там больше 5 МРП. Ну, а с контролерами-то везет вам, скажите мне? Я же спрашиваю, бывает такое что? Контролеры, они знают, что ведется видеозапись, и если, конечно, она где-то позволила себе ругань и так далее, то мы с ней прощаемся. Мы с ней прощаемся. Нормально получают они, скажите мне, пожалуйста? Отлично. Отлично, получают. У нас, скажем так, да, текучесть есть, но те, кто у нас остались, которые уже работают и более года, и более двух лет, все нормально. Не назовете вы их заработную плату? Скажу так, она выше среднего? Она выше среднего. У нас в Павлодарской области средняя заработная плата? 260. Давайте от нее будем плясать. В пределах этой суммы? Можно и больше. А скольки часов вы рабочий день? 12 часов. Очень рано же, да, начинается? Ну, они у нас выходят, причем разделение есть. Кто-то выходит с 7 утра до 7 вечера, кто-то с 9 утра до 9 вечера. Один час на обед. То есть, грубо говоря, скажем так, с 7 утра до 9 вечера работает. Потом бывают у нас и рейды, то есть, когда мы выезжаем, и в 5 утра они выезжают. Внезапная контрольная закупка условная. Конечно, конечно. Вы говорите, текучие эскадры все-таки существуют. То есть, проблемы со штатом, как и везде, да, что-то все-таки возникает. Ну, да. Штат, это кого вам не хватает? Контролеров. Контролеров. Приходите на Чокина 31. На Чокина 31, без проблем. Требования, рост, вес, внешность, что надо? Никаких, никаких. Самое главное, чтобы человек был уравновешен и, как вот вы заметили, мог держать себя в руках. Потому что случаи разные бывают. К сожалению, я это списываю на менталитет жителей города Павлодара. Он отличается от других городов. Я часто общаюсь с операторами электронного билетирования в других городах. У них по-другому. Нет, может быть, вам здесь не повезло. В целом, дорогие друзья, вот согласитесь, со мной здесь все-таки самые лучшие люди живут в городе Павлодаре. Все-таки, я хочу вам сказать. Здорово. Бывают компромиссы, бывают и конфликтные ситуации. Но, еще раз говорю, компромиссы искать всегда необходимо. В случае, если вам нужна работа, мужчины вы тоже принимаете? Конечно. Мужчины и женщины. У нас работают, и мужчины в возраст роли не играют. Чуйкина, 31. Ваши кандидатуры готовы там рассмотреть в качестве контролера. Контролер – это как будто бы уже какой-то начальник над даже водителем автобуса. Ну, да, потому что каждый, если контролер выписывает акт, какое-то замечание водителю, эти акты уходят в парк, уходят и в акимат. Сам водитель штрафуется, и парк недополучает субсидии. То есть, ответственно работают? Сейчас это все, уже все отлажено. Сколько фактов безбилетного проезда? Ну, конечно, хотел бы отметить, что мы не карательный орган. То есть, если мы зашли, ну, контролер зашел в автобус и оказался безбилетний пассажир, то в первую очередь мы, контролеры просят, оплати проезд. Если же он говорит, я не буду платить, и говорит это на камеру, ну, тогда здесь вызывается наряд и оформляется уклонение от оплаты проезда. Но, к сожалению, от 50 до 70 случаев в день фиксируется. А, в день? В день фиксируется, что, ну, не заплатил, вот я не успел, вот у меня интернет пропал. Ну, это же проблема пассажиров. Вы когда заходите, вы же хлеб, ну, многие, конечно, это уже, скажем, такой пример. Хлеб же вы бесплатно не берете, вы же за него платите. Совершенно. Здесь, дорогие друзья, тоже разделите мою позицию, гостя моей сегодняшней программы. Вы же не можете зайти в магазин и сказать, дайте мне булку хлеба, я занесу завтра. Да. Да? Или вообще не занесу. Ну, или вообще не занесу. Ну, тем не менее, случаи эти происходят, ну, цифра немаленькая. Я думал, в месяц вы мне все-таки называете. Это в день, да? Нет, в день. От 50 до 70. Ну, и до протокола доходит из этих 50-70? Ну, доходит, скажем так. Половина? Нет. Скажем, десятая часть, она доходит, то есть, там принципиально, я не буду платить, вызывая полицию. Когда вызывается полиция, он тут кричит, я хотел заплатить, но для этого у нас существует видеозапись, где мы показываем полиции, что он не хотел оплатить. Дорогие друзья, программа наша заканчивается, я еще раз вам напомню, много вопросов мы сегодня обсудили, а в частности, если вдруг у вас еще нет транспортной карты, тем более 1 сентября уже ровно через месяц наступит, и дети будут таки ездить в школу, многие будут из разных точек города, поэтому картой нужно обзавестись, Чокина 31, пожалуйста, туда обращайтесь, справка со школой и свидетельство о рождении. Да, свидетельство о рождении. Если потеряли карту, тоже туда же, и если вдруг, мы сегодня обсуждали, у водителя не работает валидатор, а вы просто хотите принципиально оплатить наличными за проезд, в этом случае это уже не ваша проблема, это проблема водителя, и платить за этот проезд не нужно. Но гость нашей программы сегодня пояснил, что да, происходит сбои с интернетом, и, как правило, службу поддержки, наверное, аварийную ждут. Да, она 15 минут, она приезжает, ждут все-таки на конечных. А водитель, как правило, не будет себе в убыток работать, да, и кататься со сломанным валидатором, он будет просто на конечный дожидаться, пока приедет. Он будет дождаться, да. Ну а если еще возникли у вас вопросы, пожалуйста, уже завтра, 2 августа, заходите на сайт irbistv.kz в разделе программы, интересно знать. Все там, еще раз мы вам с удовольствием повторим. Адреса, факты, случаи. В студии у меня был сегодня Толгат Токтаганов, он исполнительный директор ТО «Смарт-автобус ПВ». Вам спасибо огромное за участие. Спасибо. И удачи. Нервная работа. Всего хорошего. Нервная. Всего доброго. До свидания. Дорогие друзья, встретимся ровно через неделю, в четверг, на телеканале Irbis. Меня зовут Тимофей Голев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова